Курс на многовекторную внешнеторговую политику, заложенную Ельбасы на заре независимости. Страна продолжает и сегодня. А Нурсултан Азарбаев уже с самого начала независимости ввел выверенную внешнюю и внутреннюю политику. Как результат, процветающий известный в мире суверенный Казахстан. За время президентства Ельбасы не раз доказывал свою приверженность мирным инициативам. Помня уроки кровопролитной истории, первому президенту удалось сохранить самую главную ценность республики. Единство и согласие. О том, как все начиналось и какова цена суверенитета, Нурсултан Азарбаев рассказал в своей новой статье «Уроки независимости». Айгуля Монтаева изучила публикацию и выделила ее главные месседжи. Суверенному Казахстану 30 лет. В масштабе истории человечества это мгновение ока, а для республики – великая веха и новая покоренная высота, рассуждает первый президент. А еще это дань уважения предкам, которые сохранили исконную землю казахов. Понятно, что каждый понимает независимость по-своему, но важно помнить, что за это неотъемлемое достояние республики отважно боролись наши прадеды на протяжении веков. И корни, и история, и мощь нашей страны, где сегодня в мире и согласии вместе живут представители многих этносов, берут свое начало от великой степи. А потому быть сыновьями и дочерьми такого народа – безграничное счастье, выпавшее на долю каждого казахстанца. На рубеже столетия, вобравшем в себя ярчайшие события в истории всего человечества, вместе с оказанным мне большим доверием, на мои плечи легла огромная ответственность – возглавлять нашу страну. За годы своего руководства я не жалел сил и времени, чтобы оправдать доверие народа. Назарбаев в своей статье осмыслил путь к свободе и независимости от древности и до наших дней. Я был ребенком, но перед глазами до сих пор стоят картины тех суровых дней. Мужчины из нашего аула уходили на фронт, а оставшиеся за старших матери, сестры, жены и дети-подростки трудились, не покладая рук. И если я в своих речах довольно часто обращаюсь к теме труда, то, наверное, это во мне говорит отголосок тех тяжелых времен, укравших детство у моих сверстников. В период послевоенного возрождения и восстановления народного хозяйства, когда понадобилось осваивать целину, плавить металл и варить сталь, я оказался в самой гуще этих дел. В течение 30 лет все мои мысли, тревоги и надежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и замешательств. В 70-е годы гигантская империя под названием Советский Союз зашла в тупик. Сверхплановая экономика дала сбои, а позже провозглашенная Горбачевым перестройка только усугубила копившиеся годами проблемы. Пустые полки в магазинах, социальная напряженность. 12-я пятилетка была самой худшей в истории Союза. В то время Назарбаев очевидец эпохи. На должности председателя Совета министров республики, выступая с трибуны Кремлевского дворца съездов, открыто раскритиковал ситуацию в советской экономике. Ведомственный диктат привел к тому, что богатейшая сырьевыми ресурсами, пользующимися на мировом рынке повышенным спросом, наша республика оказалась в тяжелейшем положении, в своем социальном развитии и на грани экологического кризиса. Действуя методом слона в посудной лавке, министерство уничтожили Орал. Экибастуз засыпает залой степь. Нефть не служит тем, кто ее добывает. Для различных полигонов отчуждены земли и животноводов. О компенсации и речи нет. Как бы ни пытались советские власти сохранить Союз, предотвратить распад СССР было уже невозможно. Августовский путь стал историческим. Политические страсти накалялись. 1 декабря 1991-го состоялись первые выборы президента в истории страны. А уже через 15 дней открылась новая независимая история Казахстана. С первого дня независимости мы проводили политику долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога, что обеспечило нашей стране устойчивый рост и развитие. Ведь взаимное уважение и дружба было и останется нашим достоянием, которым мы всегда должны дорожить. Как гласит казахская пословица, успех там, где есть единство. События тем временем продолжали стремительно развиваться. Одно из, без преувеличения исторических, полное правовое закрепление границы в 14 тысяч километров нашей страны, что позволило значительно укрепить безопасность республики. С рубежом независимости совпал и день закрытия Семипалатинского полигона. Добровольный отказ от ядерного оружия значительно повысил авторитет государства на международной арене. Еще одно амбициозное решение Назарбаева – перенос столицы. Ровно 24 года назад Акмула, ныне Нурсултан, была официально объявлена новой столицей Казахстана. Конечно, без смелых соратников пришлось бы непросто, вспоминает Ельбасе. Один из них ныне новый президент Казахстана. Истинный патриот, высокий профессионал Касамжимар Тукаев уже третий год успешно руководит страной. Айгуля Монтаева, Бахатпек, Нуртаев. Итоги дня.